всем привет как всегда я благодарю всех тех кто пишет комментарии под этими роликами моими благодарю всех тех кто оказывает поддержку каналу используя ссылки расположенные под каждым роликом поддержка это приятно но комментарии еще интереснее я читаю с удовольствием трачу на это достаточно много времени иногда успеваю даже на какие-то из них отвечать ну наше общение она я говорю здесь да вы пишете все равно происходит общение а человеческое общение это самое важное что есть в нашей жизни самое важное кроме музыки конечно ну понятно о чем речь пойдет одна из моих любимейших групп которая со мной всю мою жизнь сознательно так же как из массы моих друзей я не знаю у меня нет ни одного знакомого человека который не любил бы группу джет ротал ни одного клянусь в таком кругу я вообще хотя нет но есть конечно люди которые вообще не слушают рок-музыку в принципе в принципе недалеки от этого и им даже название ничего не говорит но среди тех кто так или иначе музыку слушает ни одного нет человека который не любил бы команду я никого ни к чему не призываю у каждого свои вкусы свои взгляды и это нормально 1974 год watch child это у меня пластинка стивена вилсона уже произведение ремикс в смысле ремикс стивена вилсона произведение этой группы джет ротал такой вот издание красивая красивая я пару слов скажу кстати потом вот а вот об этих образах как раньше не об этих костюмах об этом обо всем это неотъемлемая часть джет ротал неотъемлемая и очень важная на самом деле потому что это все не просто так это все не просто так это не то что бы соответствует чему-то а это является продолжением музыки широком смысле этого слова потому что музыка это не просто набор звуков не просто пластинки не просто драйв и качание головой клубня в ладоши это удивительная вещь никто не может до сих пор понять я говорил когда был ролик про тенджер энд рим я говорил о том что никто не знает что такой электрический ток но как можно объяснить то воздействие которое на нас оказывает музыка феноменальное воздействие казалось бы там человек сыграл и раз какие эмоции настроение взгляд на мир то ли светлеет все вокруг тебя то ли мрак опускается почему вот этот набор звуков оказывает такое воздействие это не просто так это это очень серьезная вещь и она идет действительно вот оттуда они откуда то там не из не из не из гитары даже не из клавиш она идет вот оттуда сверху а певцы авторы композиторы этот лишь трансляторы того что идет сверху вот так можете считать меня кем угодно но это мое мнение и не только мое я так считаю так вот вот эта вся клоунада которую джет рота устраивали на сцене сейчас уже в меньшей степени андерсон подвержен этому ну потому что годы но вот эти все клоунады что это такое это в общем-то шутовские наряды и группа джет ротал в тот период середина семидесятых я напомню что 74 год это была абсолютно шутовская группа которая выступала на сцене в качестве таких придворных шутов так и наряжалась так себя и вела такой театр шутовской и шуты это ведь люди которые находясь рядом с верховным правителем до имели право говорить правду и они горели правду о том что происходит и с правителем и с его страной из его армии и совсем 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 и с деньгами и с ворюгами и с министрами которые являются этими ворюгами и вот взяв на себя роль таких шут но это опять таки моя такая мое видение взяв на себя роль таких шутов джет ротал освободились и говорили правду и говорили очень много и в их песнях в песнях андерсона постоянно идет постоянная сатира постоянное очень плохое слово обличение она сразу сужает рамки но это такой трезвый взгляд на происходящее вокруг трезвый спокойный взгляд на то что творится и в правительстве и в народе и и не в народе и где угодно и и и все 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 пороки человечества весь разлад с богом все это в песнях джет ротал и эта пластинка она кажется такой веселенькой по первому прослушиванию чуть ли не фолковый какая-то такая веселье а нет пластинка достаточно мрачная как и большинство вообще песен яна андерсона я уже выше сказал да что такая едкая сатира едкая 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 правда о том что видит андерсон вокруг себя и в газетах то что он читает и по телевидению то что он видит и со сцены то что он видит он же отказался от выступления на вудстоке в свое время потому что предполагал и справедливо предполагал что он будет гигантское многотысячное сборище хиппи которых он сильно не жаловал сильно не жаловал вот эту наркотическую всю историю свободную любовь вот все вот это вот это вот безобразие ему было чуждо и он отказался от вудстоков а выступление на вудстоке это такой шаг сразу в большой шоу-бизнес я извиняюсь но джет ротал справились и без без этого изначально песни которые входят в альбом должны были стать саундтреком для большого художественного фильма получают но размах андерсона был столь грандиозен что не хватило денег у инвесторов инвесторы посчитали смету скажешь у нет дорогой это невозможно мы столько не заплатим за это кино потому что она не не отобьется ну и в результате получился просто очень хороший альбом довольно неожиданный после двух предыдущих цик из бриков пашин play две грандиозные сюиты очень умного рока не хочется говорить слова прогрессив рог потому что она мне отвратительно честно говоря две сюиты такие квази симфонические умный интеллектуальный рог не песенные а именно такое вот классически построенное произведение 45-минутные а здесь просто набор песен есть просто рок-песни вдруг ни с того ни сего но впереди ждет minstrelman gallery который тоже такую ох 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 какой но несмотря на то что это просто набор песен пластинка достаточно концептуальная потому что вся та сатира весь тот взгляд на вот происходящее все здесь этот красной нитью проходит фильм фильм должен был быть девочки которые умерла и оказалось в загробном мире вот так для справки просто скажу про что кино как продюсеры сразу спрашивают когда человек переносит сценарий вы спрашиваете ну про что кино в двух словах скажи не надо вот это расписывать вот наш герой встречает нам того этого симкового продюсер что выглядит до свидания до свидания автор сформулируй мысль так вот это кино о том как девочка умерла и оказалось загробном мире все у отчают стрельба грохот кинематография сразу начинается да и пошла песня из этой стрельбы и неожиданно очень плотно и очень серьезная аранжировка симфонический оркестр задействован здесь небольшой андерсон не любил очень работать с большими симфоническими оркестрами потому что у музыкантов оркестрантов таких у них чувство ритм у нас абсолютно другое играть рук музыку они в общем не умеют ну и нечего требовать потому что это другая совсем музыка другой ритм но тем не менее играют все таки они учились и путем долгих репетиций или недолгих можно все-таки с ними сотрудничать многим удается я даже не как-то исполнял песню восьмиклассница с симфоническим оркестром год назад на одном из фестивалей очень неплохо получилось а еще алюминиевые огурцы с оркестром мы играем было было очень здорово но в общем оркестр здесь присутствует и саксофон здесь внезапно встревает на котором играет сам ян андерсон а он здесь играет и на флейте на акустической гитаре альтсаксофоне сопрано саксофон до джон иван на органе фортепиано синтезаторе и аккордеоне ну и классический состав до берему барлоу джеффри хаммонд хаммонд джон иван мартин барр ян андерсон тот самый состав который цикл из брик и пашен play и все вот это все вот как принято считать что это такой вот корневой состав queen and country следующий номер с аккордеончиком легкий веселый и казалось бы какая-то такая фолковая песня а на самом деле песня моряков застольная песня моряков которые отправляются в плавание грабят проходящие мимо суда или торгуют с туземцами обманывая их собирают золото бриллианты и прочие кокосы и бананы и везут их королеве в качестве добычи что в англии было принято довольно много лет на самом деле королева благодарит моряков и отправляет их снова на бой идите мальчики плывите дальше значит привозите еще золотишко кокосы и бананы то есть ничего хорошего в этой песне герои не испытывают хотя песня такая вот так вот так так и все до ladies замечательная акустическая гитара изумительная красивая очень песня и казалось бы ladies акустика красота песня про бледей просто вот оказывается что вот эти самые ladies это вот на дороге ждут путников и тра-ля-ля с ними ля-ля-ля и финал песни веселенький такой пошла музыка понятно что ladies увели путников туда куда надо туда куда хотели три песни первые более-менее такие как сказать не поп конечно но песни нормальные песни короткие песни все хорошо для радио пожалуйста можно если на текст не обращать внимание но не удержался ян андерсон не удержалась группа джет ротал и бэкдор анджелс это уже пошла мини-сюита это сложная история с изменением всего гармония меняется ритм меняется рифы появляются исчезают инструменты всплывают уходят синтезатор наезжает в конце вдруг вижу неожиданным образом и все очень сложная такая сложно выстроены выстроенная вещь морской лев силой н не менее сложное произведение хотя слушается довольно легко и кажется такой роковой тяжелой даже в общем песней и тоже достаточно печально по содержанию про героя который идентифицирует себя с морским львом на арене цирка который держит шарик на носу шар на своем носу и говорит что я весь мир держу на самом деле на своем носу шут ян андерсон вот так вот воспринимает мир как этот самый морской лев скейтин увы он до финансов нью-дэй тоже веселенькая песня очень красивая бодрая быстрая с акустической гитарой но тоже ничего хорошего она не не сулит не несет в себе по содержанию потому что сейчас это сейчас а новый день он как бы все возьмет и разрушит все это твое сейчас но песня безумно красивая замечательная просто и когда я был совсем юн учился в школе еще просто мне казалось что это свет 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 яркий свет действительно яркий свет потому что музыка на всей этой пластинке все песни они очень светлые не смотря то что едкие ядовитые многие кстати не любят джет ротал именно за этот яд который есть у них в каждой песне есть он есть вот это вот язвительность такая присутствует bungal in a jungle тоже песня в общем-то вроде бы про джунгли про зверюшек но на самом деле про корпоративную возню в любом офисе про подсиживание про сжирание друг друга и так далее так далее так далее песня стала практически хитом роковый риф прямая гитарная история очень хорошая мелодия очень все здорово он ли солитарь короткий акустический номер про одиночество но очень красивый замечательная гитарная игра акустическая до счет хурой торжественная штука с волынками со всеми делами просто такой марш не марш но какая такая уличная процессия здравствуй англия очень красиво и two fingers в финале немножко утяжеляет все это произведение но пластинка она достаточно необычная по своей по по структуре песен потому что они как-то очень очень приближены к такому ну к року да скажем так хотят же траталовщины здесь в полный рост хватает и она конечно очень отличается от двух предыдущих и одной последующей и от нее в общем то наверно такой плавный переход вот к этому альбому был бы логичным толку к нороба ту янту дай но между ними вклинилось еще на сын на галере что тоже очень неплохо и мы об этой пластинке обязательно поговорим пошел пить пока